Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоблоге я хочу показать вам Анталию. Все мы прекрасно знаем, что это за чудесный город Турции. Но я хочу показать вам не просто Анталию с ее магазинами, шоппингами, туристами. Я хочу показать вам старый город. Зачем нам лучик солнца по утрам? Зачем нам теплый ветер? Зачем нам нужен тихий океан? Ну скажи ты мне, зачем? Этот видеоблог мне очень мешал снимать жара. Она была градусов 40 или 45. С меня сошлось 7 потов. У меня растекался макияж, волосы превратились в мочалку. Я надеюсь, никто не обидится, если я не буду показывать особо свои крупные планы. Я люблю Турцию за то, что здесь всегда тепло. Всегда много цветов. Здесь очень чистенько, даже в сравнении с другими странами. И сейчас я направляюсь на смотровую площадку. Здесь также много цветов. Все очень красиво и ухожено. С нее открывается умопомрачительный вид на пляж и море. И часть порта с яхтами. Зачем мы верим в чудеса и сказки? Зачем нам ложь и правда? Зачем мы вспоминаем без оглядки? Ну, скажи ты мне, зачем? После смотровой площадки я отправилась погулять по узким улочкам, где пахнет стариной. Но даже в этих маленьких улочках меня ловили разные туристы, а также жители самого города, чтобы со мной сфотографироваться. И вы знаете, меня это даже удивляет, потому что я одета была довольно-таки просто. Никаких пышных юбок, никаких корон, шпилек. Макияж у меня был довольно сдержанный. Я накрасилась по минимуму, опять-таки повторюсь, потому что была жуткая жара. Наверное, люди все равно как-то чувствуют, кто-то даже узнает. И мне очень приятно, что люди ко мне подходят и говорят мне не Russian Barbie, а называют меня по имени, здравствуйте, даже говорят по-русски Татьяна. Для такого случая у меня в сумочке всегда с собой диск, визитка. Я всегда дарю их тем, кто ко мне подходит фотографироваться или взять автограф. Как бы те, кто меня не знает, вот теперь будут знать, познакомиться с моим творчеством. Ну, а те, кто знает, им приятно, что вот они встретили меня в другой стране, еще и получили от меня подарок. Кстати, это происходит не только в Турции, во многих странах люди уже меня знают. И мне это очень приятно, я понимаю, что все, что я делаю, не зря. Ой, что-то я все о себе, да о себе. Я, конечно, могу о себе рассказывать бесконечно, но про меня вы и так все знаете. Блог-то у нас про Анталию. Это место называется Калече. Это уникальное место, которое стоит увидеть своими глазами. Один только взгляд на старый город, и сразу можно понять, что здесь полностью сохранилась атмосфера старинной Турции. Старый город сохранился практически в первозданном виде. Здесь не разрешают строить новые дома. А если реставрируют старые здания, то полностью сохраняют при этом дух старой Турции. Здесь такие узенькие петляющие улочки, такие маленькие красивые дома, что, кажется, я приехала не в Анталию, а в Италию. Примерно 10 лет назад этот район был превращен в туристический. Здесь открылись мини-гостиницы, в одной из которых я поселилась, недорогие отели, кафе и ресторанчики. Примечательно, что все здания в этом районе имеют красные черепичные крыши, и другое оформление домов просто не разрешено. Здесь можно увидеть архитектурные сооружения, старинные здания, а также много сувениров. На рынках не можно, а нужно торговаться, потому что для туристов здесь очень высокие цены. Торвуюсь вы сможете скинуть от 30 до 50%. А лучше всего покупать здесь одежду или вещи в магазинах, потому что в магазинах цены ниже, чем на рынке, а качество лучше. Барби, Рошин Барби Во время прогулки я решила зайти в кондитерскую. Скажу сразу, привлекла она меня своим внешним видом, но когда я зашла внутрь, я была еще больше поражена. Здесь все настолько мило, куча конфет, леденцов, а кондитер готовил карамель. Красиво, 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 со всех сторон красота и старина. Рассказывать об этом я могу очень-очень долго, но лучше, конечно, приехать сюда и все это посмотреть вживую. Тем более, что это не так уж и дорого. Главное – правила общения в Турции. Общаться здесь можно только с лицами своего пола, иначе это воспринимается как домогательство. Посещение мечети и храмов для женщин только с покрытой головой. При перемещении по городу на общественном транспорте лучше всего приобретать специальную транспортную карту. Хотя я предпочитаю ходить пешком. Магазины и рестораны принимают международные банковские карты, но лучше все-таки держать при себе некоторую сумму наличных. Я вот вообще не люблю расплачиваться картами, тем более мне так нравится держать в руках турецкие деньги. Ну, какие-то они такие приятные. И очень важно сейчас, послушайте, что я скажу. Водители в Турции – народ очень темпераментный. Они могут ругаться за то, что вы переходите дорогу на пешеходном переходе. Здесь абсолютно не пропускают пешеходов нигде. И очень много несчастных случаев. Поэтому будьте осторожны, когда переходите дорогу. При переходе улиц убедитесь в безопасности вашего движения. Дорогие мои друзья, я надеюсь, что вам понравился мой видеоблог. Пожалуйста, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть, в какие страны мне стоит поехать, что посмотреть. Я обязательно сделаю для вас эти видео. До новых встреч, дорогие друзья! Я всех вас очень-очень люблю!